Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях вновь наша любимая Наталья Георгиевна Замятина, главный ботаник сада лекарственных растений Сеченова, биолог и специалист с большим опытом в узком профиле про дикорастущие растения, съедобные дикоросы, автор книг. Много регалий я не буду перечислять, вы все и так прекрасно Наталью Георгиевну знаете. Я очень люблю у вас работать, поэтому рада видеть вас и моих будущих слушателей. Сегодня у нас тема очень интересная и актуальная. Это эфирные масла, пять самых полезных эфирных масел и вообще мы поговорим, что же такое эфирные масла и почему они сейчас так актуальны в современном мире. Ну, для начала нужно разобраться, что такое вообще эфирное масло. Эфирное масло это большей частью жидкость, которая содержится в растениях в разных местах, в определенных органах. Например, у мятой на листе такие красивые-красивые железки, в которых скапливается эфирное масло. У лимонов и апельсинов вы прекрасно знаете, что эфирное масло скапливается в специальных вместилищах, в пузырьках внутри кожуры. Может быть, кто-то из вас в детстве развлекался, когда сжимаешь шкурку от апельсина, и он брызгает. Эфирное масло видно, его не вооружит, да в газовках, когда оттуда выскакивает. Есть еще варианты, когда эфирное масло вообще нигде не хранится, то есть нет специального вместилища. Это роза, например. У розы эфирное масло скапливается на поверхности лепестка под кутикулой, то есть под образованием восковой пленочки, которая покрывает лист. Почему, собственно говоря, розу собирать в 4 часа утра, пока она не успела нагреться, потому что в воске это эфирное масло прекрасно растворяется и совершенно спокойно, с первыми лучами солнца уходит от масле. Испаряется, да? Испаряется, просто-напросто, почти даже насухо. От этого, соответственно, зависит способ получения эфирного масла и так далее. Почему оно называется маслом? Потому что если капнуть эфирное масло на бумагу, образуется жирное пятно. И если эфирное масло не фальсифицировано, а у нас это очень любят делать, добавляя туда растительные масла или даже в зеленовое масло, в которых эфирное масло прекрасно растворяется, то пятно от эфирного масла полностью исчезает через какое-то время. Оно полностью испаряется. Если фальсификатик, значит, остается жирная крекса. Вот это достаточно часто у нас встречается. Обязательно нужно проверять, в особенности дешевые масла, на вот этот самый простой показатель. Полезный трюк. На бумажечку, да, надо капнуть? Да, на бумажку капнули, посмотрели. Оно довольно долго может испаряться, зависит от вязкости. Существует буквально пара масел, которые могут быть твердыми. Кстати сказать, у нас практически сейчас нет настоящего масла роза. Идет фальсификат. Почему? Потому что настоящее масло, которое совсем настоящее, оно должно в холодильнике давать так называемый конкрет, то есть твердый осадок. Так же как олевковое. Олевковое у нас по плюс 2 где-то уже становится непоразрачным и не выливается. И вот тоже должно делать настоящее розовое масло. Но проблема в том, что розовое масло очень легко фальсифицируется. У него основное действующее вещество, основной запах, очень многие масла имеют основное действующее вещество. Так вот у него гераниол. Слушайте, оно название чувствует. Да, я... Гераниол. Гераниол. Да. Олевое масло герани. И вот эту самую герань, которая стоит, соответственно, в несколько десятков раз дешевле, вот это гераниевое масло, оно почти неотличимо по запаху от розового. Совершенно спокойно доливает в розовое масло. Ну и гонит, потому что химические активы... Это нужно проводить хроматограмму ставить, потому что в гераниол масле меньше действующих этих веществ. Как правило, эфирные масла невероятно сложны. В эфирном масле розы 140 компонентов. Ого! 100, да? Да, 140 компонентов. Поэтому, сами понимаете, что достаточно сложно установить оригинал или неоригинал. Когда 140 компонентов, разобраться почти невозможно. Поэтому так распространена, собственно говоря, фальсификация эфирных масел. Дешевое среди-то. Добавляешь что-то более дешевое с основным таким же резким запахом. А многие вещества очень хорошо имеют характерные запахи. Смотрите, ментол мятный, гераниолы в розе, анитол, укроп и компания. Укроп, анис, вот это вот все. Там анитол, сладкий такой анисовый запах. Анитол, тимол в чебреце. Чебрец, тимьян, истоп и еще куча растений, которые в основном действующим мечтам содержат тимол. Ну и так далее. Таких вот резко обозначенных масел достаточно много. Цвет у эфирного масла может быть любой. Ну не любой, а в основном это либо бесцветные жидкости практически. Вот смотрите, удаст эфирное масло ладана и эфирное масло этой самой розы. Оно практически бесцветное. Прозрачное, да. Да, практически бесцветненькое. Угу. Ну это надо выяснять. Опять же, я ее в холодильник не совала. Вот, да. Ну вот, вот они практически бесцветные. Дальше идут эфирные масла с разными оттенками желтого. Вот более темненькие, это самая, кстати, ромашка. А ромашки очень интересные. Обратите внимание, у нас в продаже есть нормальная ромашка и есть ромашка голубая. Так и называется ромашка голубая. Почему? Масло голубого цвета. Красивый голубой цвет и берет только два масла. Ромашка и тысячелистик. Причем в зависимости от того, как их получали. Это мы немножко погодя, поговорим. И самое, как говорится, одно из самых окрашенных, это вот у нас жасминовая. Посмотрите. Вау, а мы сейчас как раз будем пить тайваньский красный чай с жасмином. Оно совершенно каричневое. Попробуйте, как это вахнет. Самое, одно из самых темных. Есть, но уже как следует, подводок, все. Думаете? Ну там же не один жасмин. Нет, я понимаю. Ну бутончики, вот они лежат, красивенькие такие бутончики. Вот это хорошенький бутончик-жасминчика. Вот лапочка такая. Вот она лежит. Это можно назвать натуральная ароматизация. Ну естественно, нет. Вот он, вот он, смею. Сейчас мы поговорим. Эфирное масло, я уже сказала, содержится в самых разных растениях, в самых разных их частях. Что интересно еще? Почему мы, собственно говоря, так цепляемся к эфирным маслам? Дело в том, что эфирное масло оказывает действие на 24 функции организма. То есть, проще сказать, под какую функцию масла нельзя подобать, собственно, их нет таких. Под все функции организма можно подобать какое-то эфирное масло, которое будет на нее влиять. Поэтому все прядные растения, они автоматически переходят в разряд лекарственных. Благодаря маслам? Могут быть лекарственные, которые не являются прядами, но пряды, которые не являются лекарственными, таких растений нет. Абсолютно четко. Потому что до введения химии в массовое наше лечение, у нас есть такой полстенный том, называется он фармакопея. В фармакопеи записаны самые ходовые лекарства, как установить их подлинность, ну и кое-что немножечко по применению. В фармакопеи до революции существовало две фармакопеи. Существовала гражданская фармакопея и существовала военная фармакопея. Но это правильно, потому что лекарственные средства, как вы понимаете, несколько будут отличаться, мягко выражаясь. Для раненых или для насморка. Да, но уже разные цели. Да, поэтому было две фармакопеи. В военную включались в основном средства, работающие в травматологии, естественно. А в гражданскую, ну бытовые в основном лекарства, те, которыми мы пользуемся регулярно. Не такие сильнодействующие. Да, поэтому, собственно говоря, такая разница. Ну так вот, в гражданской фармакопеи было 42 вида пряных растений. Это еще в те годы, да? До химические времена. До химические времена. Это у меня гражданская фармакопия 13-го, а военная 12-го годов прошлого века. До этой самой, до Второй мировой. Во время до Первой мировой, но тем не менее. А в гражданской фармакопии 46 растений пряных. Меньше как-то. Да. Именно пряностей. То есть всякие укропы, имбири, лавровый лист и так далее. Поэтому, собственно говоря, я говорю, что нет лекарств и пряных растений, которые бы не являлись лекарственными. Они, конечно, взяли те, которые наиболее ходовые. Но вот получился 43 штуки. Получилось. Как хотите, так и крутитесь. Это именно те, которым действующим веществом является эфирное масло. А это сами активные вещества 43 или всего 43 вида масла? Как вы сказали, что в розе активное вещество геранин? Нет, но дело в том, что ни одно лекарственное растение не содержит что-то одно. Все лекарственные растения, именно почему их врачи так ненавидят, потому что все лекарственные растения, они многогранно действующие. Нет такого растения, который бы вот как этот самый, ну скажем, аспирин, который четко выпил, понизилась температура и практически все. Или как этот самый амидопирин от головной боли. Таких растений не существует, у него будет комплексное действие, даже если оно содержит салициловую эфиросалициловую кислоту, в частном случае аспирин это этот самый, этот... Караилы. Да, это эфир. И, допустим, та волга, которая содержит те же самые эфиросалициловую кислоту, она будет действовать уже несколько по-другому. Она будет у нас уже не только жаропонижающая, она будет у нас тоже снижающая, ну аспирин тоже этим действием обладает. Это снижает сверху мышц крови, жаропонижающая, легкая, мочегонная, патагонная, улучшающая обмен веществ, что к аспирину явно не относится. Вот, да, улучшающая мозговая короборщина, смотрите, сколько мы набрали. Можно еще прибавить успокоительное, легкое? Это да, ну просто я уже, ну не могу же я уже все перечислять, это у нас по лекции уйдет. Да, наша любимая та волга, и я хотел сказать, что поскольку Наталья Георгиевна очень любит та волгу, и Ирина Гудаева, мне очень много хорошего про это. Моя любимая тоже травка из наших. И мы в этом году заготовили полтонны та волги, очень хорошего качества. В этом году, еще в 2024, она очень хорошо цвела. Вы, наверное, видели сами, были полные поля. И мы ее очень много заготовили, и будем очень много использовать, потому что она действительно и вкусная, и полезная. Поэтому, собственно говоря, с эфирными маслами столько и возни. Сейчас выходит колоссальное количество всевозможных книжек по исполнению эфирных масел, начиная от кулинарии. Есть даже очень интересная книжка, так она и называется, эфирная кулинария. Мне она очень нравится, когда в блюда добавляются именно эфирные масла, а не трава. Да, была такая книжка, очень забавная. Вот, мне она понравилась, она у меня есть, лежит где-то там в уголочке. Вот, и куча всевозможных ароматерапий. Вот, поэтому без эфирных масла, ну, надо посмотреть, еще знать, как они у нас с вами, где они в растениях хранятся, понятно. Теперь интересно, как их оттуда вытащить, из этих самых растений. Ну, самый простой способ, который используется исключительно с цитрусами, это у нас с вами прессование. То есть, берется пресс обыкновенный, выжимается это масло, так же, как вы его выжимали пальцами, но только выжимается прессом. Потом там будет часть сока, отстаивается, и эфирное масло собирается на поверхность. Эфирное масло всегда, практически все эфирные масла, практически, потому что эфирное масло гвоздики тяжелее воды. А, вы нам тогда на прошлой лекции рассказывали, как гвоздику... Да, поэтому если приличная гвоздика, она должна тонуть. Она должна, или, по крайней мере, плавать не на поверхности, и не горизонтально. А если она плавает горизонтально, то это уже вообще никуда не годная гвоздика. Хотя эфирное масло у меня еще есть. Это вот самая живучая предность, которая делится по 25 лет, и все равно еще немножко пахнет. Ну, немножко. Вот тут жасмин тоже немножко. Так вот, это вот самый простой способ. Это отжим. Дальше идут разные варианты экстракции. Самый древний способ получения эфирных масел, извлечения их из растений, это так называемый анклераж. Это очень интересный, красивый, древний способ, которым получались не эфирные масла, а получалась так называемая помада. Растворение эфирных масел. Эфирное масло нерастворимо в воде, практически. Немножко в горячую, можно что-то какие-то там следы получить, растворение. В холодной вообще не растворяется, они будут плавать такими красивыми кружочками на поверхности. Дальше, во всех жирах, без исключения во всех жирах. Растворяется. Да, прекрасно растворяется во всех. В твердых, жидких, любых жирах. Растворяется в спирте. В спирте и остальных спиртах, там их всяких много, в том числе и глицерин, кстати, это же отчетные случаи спирта. Другие спирты. Вот глицерин не очень плохо, хуже, чем в ретиловом, но немного растворяются. И растворяется в последнее время в углекислом газе. Жидкий углекислый газ, этот последний способ получения. Почему я и сказала, что мы с вами поговорим вот об этой ромашке. Посмотрите, ромашка белая, масло. Это масло, полученное экстракцией углекислым газом. С ее заливают жидким углекислым газом, потом, естественно, этот газ вначале сливают, а потом дают ему испариться. И остается чистейшая, вот эта чистейшая эфирное масло абсолютно ненарушенная. Это вот такое, какое до растения. Я слышал, что даже пропанбутаном выдавливают масло. При перегонке с водяным паром состав меняется. Матрицин переходит в хамазулен. А хамазулен бредно-голубой. И поэтому масло, полученное экстракцией углекислым газом, прозрачное. Позрачное. А масло, полученное с водяным паром, голубенькое. И поэтому подают две ромашки, белую и голубую. А, так это просто разные способы экстракции. Да, это просто и с одной, и с той же ромашки, но разные методы экстракции. Ну, а как вы сами считаете, наверное, углекислый газ лучше, раз он чище, можно так сказать? Ну, вот сейчас самое лучшее масло получается вот этим способом. Ну, так вот, очень самого беременного способа это так называемый анфлераж. Что это такое? Это брался жир очищенный, как следует, внутренний жир. Этим жиром намазывали доски и между этими досками под прессом закладывали средё. Интересно. Вот две дощечки, намазанные жиром, между ними трава, на неё, естественно, ставился пресс и в холодное место где-то на несколько дней. Потом открывают, выкидывают первую партию, закладывают следующую партию. И так несколько раз. Получается жировая жир сильно насыщенная этими эфирными маслами. Дело в том, что некоторые масла до сих пор, либо сейчас эфирные, вот сейчас до появления экстракции углекислым газом, то есть, а это последние где-то лет 20, таким способом получались самые дорогие эфирные масла. Это, например, эфирное масло туберозы. Дело в том, что содержание эфирного масла и сила запаха абсолютно не связаны между собой. Это только действующие вещества. Фиалка, которая пахнет так, что, вы знаете, маленький букетик фиалок ароматизирует огромную комнату, так вот, фиалки 0,001% эфирного масла. Вот это полезное замечание. А я думаю, что это, чем сильнее пахнет, тем больше эфирного масла. Вот с розой ведь так? Чем больше будет масла, тем сильнее будет пахнуть, но тем не менее. Но тем не менее, вы видите, как вот парадоксальный вариант. Постоян свое время жасминовым маслом очень много пользовалась, когда шкалеров учила. После раскрыть так, чтобы он не булькнул, а то он, когда его резко дергает, она половина, чуть не половина выплечнется. О, жасмин. Жасмин. И что, если я вот его капну сейчас в чай, то... Убойный. То, наверное, ничего не... Хороший жасминчик. Теперь будем полдня вонять оба. Если вы говорите, что водный экстракт не помогает вытащить эфирные масла, то с чая эфирные масла вот так капать нет смысла. Но я вот слышал так... Во-первых, эфирные масла даже в кулинарии, вот в этой книжке, используется одна капля на ведро. Никто никогда не пользуется... Капля на ведро. Эфирное масло слишком сильно действует, поэтому то, что переходит в чай, ему вполне достаточно. Я же сказала, что в горячей воде оно чуть-чуть растворяется. Чуть-чуть, да. Поэтому, собственно говоря, метод перегонки с водяным паром... сейчас дойдем. Надо все-таки кончить с эфиражем. Давайте, да, да. Давайте кончим. Значит, получали вот эту жирную помаду. Она либо использовалась уже сама по себе, то есть, эти дамы носили с собой так называемую эту самую помаду, то есть, баночку с этой помадой, когда надо было мазать, просто, ну, просто там жиры разные. Вот. Либо после того, как научились получать спирт. Эфирное масло очень неплохо растворяется, вернее, хорошо растворяется в спирту. Поэтому, что делали? Перебалтывали вот эти, в основном, твердые жиры боролись. Бараньи, там, говяжьи, вот эти, они без запаха, но вот очищенные бараньи. Вот. И один, этот жир оставался отдельно, эфирное масло переходило в спирт. Спиртовый раствор. Получал, получалось, это уже получалось практически одноколонце временной. Ага, ага. Да, ну, вот это вот эфирное масло. Ну, такая вы использовали как духи, то есть, вначале эфирное масло, или все-таки... Вначале, ну, не только как духи, конечно, как лечебные средства, потому что те же самые помады, например, на этих самых, на некоторых, на той же логи, она, помимо чего прочего, она заживляющая, обезболивающая, и так далее, и так далее. Вот, тоже пользовались. Это вот самый древний способ использования эфирных масел. Затем появилась перегонка с водяным паром. Да, кстати, кто хочет по-настоящему почитать методики получения эфирных масел, я терпеть не могу эту книжку. Она ужасно противная. Знаменитый юзкиндерский парфюмер. Так книжка называется. При том, что книжка противная, но вот как профессионал, я просто восхищаюсь тем, как там описаны все способы тогдашние, 16-18 веков, способы получить нефирных масел. Подробнейшее описание эфиража, подробнейшее описание перегонки, все это так красиво описано. Ну вот просто как профессионал в этой части я восхищаюсь. Хотя сама книжка конечно гадкая. Ну вот это вот я могу его, я в свое время его страницами цитировала. Именно вот эти вот места по получению эфирных масел. Что такое перегонка с водяным паром? Я уже сказала, что эфирное масло в горячей воде до некоторой степени растворяется. Поэтому когда водяной пар пропускают через траву, захватывает эфирное масло и перетаскивает его за собой. Выносит его за собой и дальше мы получаем два если у нас достаточное количество отгона, то мы можем получить эфирное масло, которое будет плавать на поверхности нашей с вами воды. Либо если у нас мало отгона мы получим то, что у нас называется гидролатом. В принципе гидролат это отход производства после получения эфирного масла. Тот гидролат, который продают в больших количествах, это с него слили, сняли с поверхности эфирное масло аккуратненько, а то, что осталось со следами эфирных масел, вот это будет тот гидролат, который у нас продается и который собственно говоря, мы получаем при перегонке в домашних условиях. У нас просто нет такого количества сырья, чтобы получить какое-то достаточно приличное количество эфирного масла. Обычно оно идет в количестве мини-процента, то есть на 100 граммов этих самых травы мы получим меньше 1 грамма эфирного масла. такой 1 грамм эфирного масла. А то где тут половинка вот этой вот флакончик? Что вы там будете вылавливать? Где вы его будете вылавливать в вашей этой самой ведре с отгоном? Да, его уже не выцедишь. Он как пленочка там будет и все. Как его вытащить? Значит, существуют эти методы отстаивания. Кстати, вот у меня есть хорошая картинка на которой нарисовано как получают эфирное масло по поводу окрасок эфирных масел. Вот это обязательно надо показать. Если вам показали эфирное масло такого цвета розовенькое ярко-желтенькое и так далее это откровенный фальсификат. Я вам уже сказала никаких розовых эфирных масел вот нормальное эфирное масло зеленое желтое коричневое вот это нормальное. А вот эти вот все разноцветники это даже близко не подходите. Почему кстати сейчас очень часто продают эфирное масло в темных флакончиках. Во-первых эфирное масло само по себе не любит света. Оно портится на свету. А во-вторых не видно что тебе судно лекарственное некрашенное и так далее. Я как раз хотел про темные флакончика спросить. Существует еще с времен открытия перегонки существует две таких очень красивых медных игрушки. Аламбек это огромная бочка ну не огромная там они бывают разные они бывают от 5-ти литров и помышленные. Аламбек это медная игрушка в которой существует визу осуществлялась перегонка во времена еще арабов которые его изобрели. это где-то 9 век 8-9 век открытия перегонки это очень поздно. Кстати существует очень красивая легенда о том как была открыта эфирное масло. До изобретения Аламбека правда получали так называемые каструлькиным методом. Перегонка тоже с водильным паром но несколько такая в домашних условиях. Так вот когда появилась перегонка одно из первых средств была розовая вода то есть раствор эфирного масла розовая водички розовая вода использовалась очень широко и как ароматизатор и когда в романах рыцарских писали что красавица омывала розовой водой это просто антисептик антисептик я тоже использую до сих пор розовую воду да именно как дезинфицирующее средство вот и вот существует очень красивая легенда в Индии был такой правитель Джихангир это уже достаточно поздно это уже когда там появились пришельцы с севера вот Джихангир активно расширял свое государство и ушел в очередной раз на войну жена его это ну Джаган цвет мира в переводе ну Джаган решила встретить возвращающимся мужа как можно более красиво и все бассейны в дворце заказала залить розовой водой мероприятие было конечно стоило она я не знаю сколько она потратила на это мероприятие вот залила все бассейны розовой водой и оставила естественно стоять дело в том что до этого никто никогда не оставлял розовой водой стеклянной посуды не было значит это были какие-то медные глиняные и все прочие кувшины и никто никогда не видел как розовая вода отстаивается получалось расслоение да а тут наверняка эфи 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 масло скапливалось в гордушке этого кувшина но дело в том что когда вы его наливаете оно сразу всплывает на донышко перемешивается обратно с содержимым кувшина и все а тут она бросила эти бассейны без присмотра никто их не взбалтывал никто ничего не делал и на поверхности бассейнов образовалась жирная пленка слой эфирного масла там же десятки кубов было чем больше объем как мы поняли тем больше масла естественно образовалась жирная пленка вы представляете как взбесилась эта самая императрица все пропало некрасиво все бассейны испачканы все бассейны загажены это же кошмар муж приедет а у нее масло в бассейнах плавает собрать да и тогда она поберяла рабыни сунуть туда палец и посмотреть что за безобразие рабыня сунула палец и обнаружила что это розовое масло концентрированное да что-то реально замечательно пахнет и так далее вот собственно с этого момента считается открытие эфирного масла именно как эфирного масла ну конечно его уже не в бассейнах отстаивали а в чем-нибудь другом откуда его удобно собирать но вот после этого появилось эфирное масло именно вот в таком виде в каком мы привыкли его видеть очень красивая легенда не знаю насколько она правильна а у нас в этой самой в технике вот дуаламбек и более компактный вариант алькетара тоже слышите название аля-ля-ля-ля это арабские изобретения да они выглядят как арабские это арабские изобретения и арабы собственно говоря на этом и назывались потому что они в основном поставляли эту розовую воду в европу возили в караванах караванами на этих самых наберут блюдах потом уже когда они перебарив в европу начали разводить розов в Болгарии и так далее там турки вот эти все это нас опять же арабское наследует турки в принципе они же арабов выгнали с этого Ближнего Востока на них были арабо-арабская культура и соответственно получение всех этих эфирных масел а до сих пор эфиромасленичные растения очень крупный поставщик это Иран до сих пор количественно у нас определяется очень простенько вот есть такой метод Гинсберга который мы студентов показываем как определяется эфирное масло там такой симпатичный стекляненький этот приборчик в принципе это пробирка только с длинным хвостом снизу загнутым в него поступает во-первых этот отгон то есть вода с эфирным маслом его для краткости так и зовут Гинсбергом даже не померка Гинсберга просто в Гинсберге закапывает вода эфирное масло скапливается на поверхности и потихонечку эту самую нижнюю воду выдавливает через вот этот вот загнутый вот он самый Гинсберг собственный я свой куда-то украденный на кафедре куда-то засунула не могла дайте в ч но где-то лежит а потом просто смотрят у него диаметр так что получается в миллилитрах по шкале там вот шкала и по шкале просто смотрим сколько миллилитров масла у нас получилось а воду отсюда высасывают да она вот из этой трубки вытекает вода а здесь у нас скапливается масло смотрим допустим 3 миллилитра получилось или сколько там вот это вот игрушка для определения количества эфирного масла у нас раньше студенты я сама его получала вот именно таким способом вот это вот способ определения эфирного масла это достаточно интересно вот от того какое эфирное масло мы взяли естественно будет зависеть эффект нашей медицинской или кулинарной деятельности в чьях эфирное содержание эфирных масел достаточно маленькая потому что как правило мы не кладем большое количество одной и той же травы у нас несколько трав из них тем более в данной фирме чуть не половина не содержащих эфирных масел то есть доферментированные листом яблони груши вишни сливы и так далее и так далее они там есть эфирное масло но да я понимаю ферментация она уменьшает ферментация как правило вообще уменьшает количество эфирного масла поэтому я например считаю что некоторые допустим ферментировать из той же самой черной смородины но не вижу смысла потому что он полностью почти потеряет запах мы так поэтому и не делаете ну и правильно не делаете потому что это бессмыслица вот земляника наоборот приобретает запах проферментирования ну там тоже опять какие-то ароматические вещества доля поэтому как правило в чаях эфирных масел не очень много но есть такие варианты когда чай обогащается присутствием посторонних эфирных масел то есть они не входят в состав растений которые входят в этот чай но тем не менее в чай переходит потому что чайный лист и вообще все травы они прекрасно поглощают имеющиеся в окрестностях запахи в том числе если предоставить для поглощения эфирные масла то и эфирные масла тоже вернее в первую очередь потому что они наиболее такое подникающие из всего что в окрестностях есть конечно если вы рядом селедку положите то будет пахнуть селедкой вот ну если вы рядом положите что собственно китайцы и делают если вы положите рядом с чаем жасмин то чай будет пахнуть жасмином а если мы положим тампон с ваткой которая пропитана маслом жасмина получится 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 и очень хорошо получится даже более эффективно но конечно чай допустим с натуральным этим самым жасмином он и выглядит интереснее и честно говоря проще регулировать количество запаха потому что если вы положили ватку с сахарным маслом то вы одной каплей не ограничитесь то есть вы наобухаете так чтобы хотя бы видно было и пахло вот а вот когда китайцы допустим они кладут два-три раза они меняют жасмин то есть этот чай перекладывается так же как при анфереже но только перекладывается не ниже а чай в пакетах ну в тряпочке чтобы его поднять можно было между ними закладывается слой жасмина потом сколько-то он там полежал выкидывают жасмин кладут ну это королевский чай получится опять кладут чай да вот это это такой вариант а можно конечно как делается делать вся его параметизаторы то есть они именно кладут эфирное масло наливают в этот самый банку с чаем вот эти все немецкие ароматизированные чаи или эфирное масло или как они пишут аромат идентичный натуральному что такое аромат идентичный натуральному очень интересно знаете есть ванили есть ванилин ванилин пахнет ванилью но ваниль не пахнет ванилином ванили опять 120 в этих веществ которые создают общий запах но основной определяющий ванилин если вы кладете ванилин а что у нас все делают а не ваниль выкрываете в крем в чай в какао в шоколад и так далее и так далее вы получаете аромат идентичный натуральному по сути ванилин это химическое вещество химическое вещество получают его сейчас его выделяют из микроорганизмов я бы не сказала что это совсем химия но не из самой ванили его выделяют его сейчас вырабатывают микроорганизмы которые потом естественно потрошат выделяют из них чистый ванилин вот раньше получали химические вот но тем не менее но это один из 140 компонентов так же как можно получить чистый гераниол чистый гераниол пожалуйста это не проблема этим чистым гераниолом имитировать розу и будет пахнуть розой как это работает можно получить ментол не обязательно из мятного масла он кстати очень красиво выглядит такие белые игольчатые кристаллы длинненькие такие хороший ментольный кристалл может быть сантиметра полтора длинненький в диаметре такой полутора сантиметровый он будет в диаметре где-то около миллиметра граненой очень элегантненький а его из чего получают ну ментол вообще все получают конечно из-за федорового масломяты потому что прохлаждение он вываливается прямо кристаллами просто кристаллами вываливать я вам говорила что подохлаждение может выпадать вот менту вываливается прямо вот эти вот иголки вываливаются вот но в принципе его можно получать опять же из-за этих сосновой смолы в эти мало кто заморачивается потому что мята одной из самых дешевых вариантов получения этого растительного эфирного масла поэтому ментол как раз проще всего из мяты получить вот но опять же если мы положим несколько кристаллов ментола в чай в банку с чаем он там испарится впитается в чай вас получится чай с мятным запахом опять он будет нести вот но это будет запах зубной пасты потому что в зубную пасту кладут не мятное масло которое более приятный запах имеет а естественно кладут ментол дешевле вот вот будет чай с интенсивным запахом зубной пасты и так далее то есть это вот что такое ароматизатор идентичный натуральному а вообще если честно говорить то допустим клубничный аромат он складывается из 45 химических веществ вот когда его идентичный натуральному якобы но на самом 45 химических соединений половина из которых пахнет чуть знает чем то есть этим самым тухл тухлым мясом сыром сероводородом еще какой-то гадостью но когда все это компонуется 45 компонентов получается аромат клубники тонкая наука есть такая замечательная американская книжка сейчас автора не помню ингредиенты так и называется вот это будет подробненько расскажет о какой-то такой посещал зовут по производству вот этой вот себе беды как-то ставить аромат из вот этих вот 45 компонентов или сколько там но это очень интересно потому что очень много компонентов дорогих вот например как бергамот как с бергамотом легче всего серьезно ну конечно даже цитрус но его не так то просто это когда вы хотите натуральное масло но ведь это которое идентичное натуральному я видел канистры трех литровое стоит гораздо ниже по цене чем чем килограмм я видела аромат сына и детишки натуральным и аромат хлеба очень интересно из чего мы будем использовать булочных для помещения покупателей ну то есть они торгуют позавчерашним а пахнет свежим и печеньем очень тонкие до применяют технологию нечестно где-то сейчас должна быть выставка тоже по ингредиентам там все пищевые добавки вся вот эта пакость она обычно походит на красной плече надо просто поискать я знаете поскольку занимаюсь аромат ароматизированным и чаем я этим тоже всем интересуюсь много интересного да но мы не делаем ароматизатор идентичный я просто заброшила ходить а по когда я более интенсивно работала с общими лекциями я ходила на нее ежегодно вот надо просто посмотреть вот эти ингредиенты пищевой добавки там как от всякие вот эти вот он тоже в большом количестве болтаются всякие чайники на больше умиляет когда на этом самом начале написано это ой какая-то фирма была бы извиняюсь девчонками на просто ржали от живота от головы да я помню эти чьи да по-моему гордеев я видел чуть-чуть не будем уточнять но около того интересно что ароматизированный чай он гораздо доступней когда он ароматизирован таким средством ненатуральным мы же всегда используем натуральные средства вот если там есть ромашка то мы кладем собственно сами цветочки такие я интересовался идентичные натуральные добавки но я не нашел ни одну которую бы нам прямо вот подошла чтобы мы с чистой совестью сказали что это настоящее поэтому все-таки кладем самым сами цветочки как есть это методика на дурака если желающие платить значит заделем цену а вообще у нас же считается что чем дороже тем будет лучше поэтому они дерут поэтому они дерут если если пропустить по тем ценам которые что этот ароматизированный чай потому что такая баня даже этого ароматизатора дойдет я не знаю насколько ну вот насколько люди говорили два годов этого самого чая там получится какие-то эти самые смешные цены но ведь клиент же готов платить я вообще за то чтобы вкус человек мог свой утоньшать а эти ароматизаторы они настолько грубые что только открыл пакет уже на всю комнату пахнет и вот нету этой тонкости нету как еще называют чайный путь когда человек утончает свой вкус и вместе со вкусом утончается у него и вкус к жизни тоже тоже того что положено потому что ну допустим что у нас и синими запахами допустим даже самая мята действительно для того что если качественно открываешь и да так же душица открываешь опять же пол комнаты пахнет это да а если какие-то конечно те у которых нет такого не только там уже смотреть надо что к чему а вот я еще хотел про чай спросить вопрос что если мы пьем чай и оставляем его потом надолго сверху появляется такая пленка бензинового цвета у нас как правило че там идут выпадать дубинные вещества а это не рай это не арома масла я хочу дубинные вещества почему кстати сказать способ определения качества чая в особенности черного если этот стакан после чая остается грязным очень хороший нет оборот там очень много дубинных веществ и мало аромата а я еще заметил когда мы делали чай в грузии и грузины тоже будет если льете чай и много пузырей то это хороший чай да так наверно потому что пузыри тоже благодаря арома маслу получаются ну вот пока классический показатель это избыток дубинных веществ в молодых листиках чая против кончиках во флешках там почти нет дубинных а если остается осадок после того как вы чая этот выпили там такой слой этого муки это сильно дубинные вещества я такой чай даже не я понял у нас до сих пор есть мы продерживаем традиции нет хорошие вещи чего правильно готовить правильно его надо с маслом с его делать обед кстати сказать одно время дома было принято если не водится на свалится этот самый калмыцкий чай да и попил и поел сил дает конечно муку не добавляли два с этим самым со сливочным маслом с солью кстати сказать самое интересное что вот именно калмыцкий чай он очень хорошо работает в жару в отличие даже лучше чем зеленый ну соль то наше не смотря на то что жиром и соль именно потому что солью он великолепно снимается этот самый я заметил в индии сборщики чая низшая каста это очень сложная работа они на поле пьют чай очень крепкий черный чай вместе с солью потому что они очень сильно потеют и но правда они потом со временем зарабатывают себе болезни сосудов из-за такой большого содержания соли нам профсоюзе мы были делали видео и снимали вообще совершенно правильно насчет соли потому что собственно говоря что такое этот самый тепловой удар это недостаток соли в мозгу когда не хватает у нас наши эти журналисты очень любят писать что в жару нельзя употреблять много соли наоборот наоборот у меня когда мы работали я работала в аптеке у меня был такой период и работал я в среднем блоке у нас маленькой комнате стояла 6 автоклавов автоклав нагревается до 100 до 20 градусов как вы знаете не все и писать когда эти автоклавы открывают ну конечно парк парк сначале сравнивается но тем не менее это парк поступает в эту же комнату где-то при температуре 30 градусов плюс мы еще спустили туда 120 из автоклава и 6 автоклава это получается баня баня нет мы почти баня почти баня и чтобы у меня девчонки не хлопались в обморок я из них собственно говоря тем же самым солиным раствором которой мы стерилизовали для инъекции ей и им же их отпаивала интересно именно солью и поэтому во все походы в жару у меня обязательно в сумке лежит соленая рыбка потому что если кому-то в этом самом я смотрю что явный перегрев товарищи уже глазки эти самые бутные начинает шатать рыбину ему в зубы никаких обморков у меня никогда в походах не бывает полезное замечание вообще наталья георгиевна такой кладезь знаний что когда мы даже чуть-чуть отходим от нашей темы у нас развивается столько столько всего интересного мне хочется еще еще записывать с вами видео а дорогих зрителей я прошу задавать всякие вопросы в комментариях чтобы у нас были и новые идеи и чтобы мы сняли видео такое которое вам было интересно и актуально самое главное предлагаю вернуться к нашим баранам а именно к эфирным маслам и у меня очень важный вопрос который часто меня самого тревожит и мне некоторые люди тоже спрашивали а чем отличается пищевое эфирное масло от не пищевого то есть можем ли мы смело использовать все эфирные масла в пищу вовнутрь или есть какие-то исключения абсолютно пищевое как правило уже разбавлено растительным то есть просто сильная концентрация она может ну да пищевое обычно просто разбавлять растительным маслом основательно причем чаще всего вот эти вот пищевые якобы эфирные масла они даже не с одним делаются не разбавлением делается делать настаивание то есть на растительном масле настаивается эфиромасличное сырье а это вот можно сказать еще один метод добыча это еще один из вариантов получения этих самых и извлечения фирного масла тут выберете растительное масло желательно без сильного своего запаха вот это чаще всего если делать эти масла я рекомендую в таких случаях кукурузное оно максимально дешевое и максимально в случае чего если его потому что редко пищевые используют только как пищевые чаще всего тут же начинается косметика еще что-то такое так вот кукурузное из всех дешевых масел лучше всего впитывается ну вот и настаивается сырье допустим настаивается душица настаивается зверобой календула кто там еще выжимаете сказать жуткое количество эфирного масла календула даду под одним не только через как сколько в листьях там железки шиферным маслом потом его столько и столько воска что когда собираешь цветки а и как обычно вот вот этим самым вот так вот его где берешь и обдергивает все руки желтые пальцы через полчаса у тебя пальцы не разгибаются покрыты воском и с этим с эфирным маслом вот от этих железок вот ну вот нас настройка это все вообще переходит в масло при настаивании эфирное масло ну там на чашечках с этих корзинок там достаточно запахом получается вот и чаще всего именно так и получают вот эти вот масла как у нас сейчас пишут морковное масло ну много вот таких вот развелось то есть это в при масляной экстракции там небольшое содержание не так там небольшое содержание эфирных масел а из такой конечно чашка этот капля на ведро причем из пробирки его никогда не выносит блюдо вот так для того чтобы эфирное масло растворилась в воде а у нас все наши блюда дома кулинария вся он идет на воде естественно для этого оно должно быть как можно сильнее раздроблено диспергировано как это называется что делают берут ложку соли капают туда или сахара в зависимости того на чем вы готовите естественно для крема у вас будет сахар а для этой самой для жаркого вас будет соль берем капельку или сколько там по рецепту масла высыпаем капаем его в этот вноситель то есть в соль или в сахар и тщательно растираем очень тщательно растираем и потом уже полученный продукт мы вносим да у меня был такой опыт мы готовили лавандовый чизкейк в крыму и мы сначала сделали сироп с лавандой и уже потом его не очень нужно перевести масло в воду есть еще древний способ вас в детстве наверняка парили укропной водой ну всех поют да чтобы не болел живот ну да вот это все без гуф по эту папа или укропной водой как делается укропная вода это раствор эфирного масла фенкеля в воде здесь я эту крупную воду когда работала в аптеке гоняла по 10 литров в день потому что молочня спрос есть для молочня требует это делалось очень просто и кстати это можно повторить значит берется эфирное масло фенкеля берется тальк или значит если талька нет можно воспользоваться кахмалом вот ну кахмал придется заливать только холодной водой потому что в горячей вы как вы знаете он разбухает вот берется тальк тальк капается эфирное масло опять же стирается как следует начали без воды без ничего а потом заливаете водой и начинаете долго тереть этот самый тальк вымазанный маслом пока это масло не начнет пока не помутнеет растворчик то есть масло взвечь масло в воде эфирного почему прям на и крупной воде было написано предупотреблением избалтывать чтобы его туда вернуть она будет отстаивать так же как в бассейне у этой собаки уходит наверх будет уходить да она может ускакать так же как в бассейне у нас джаган да только в размере вопрос в размере ну вот а потом это все фильтруется и вот этот мутненькая водичка это получается взвечь эфирного масла вводят принципе так можно загнуть туда любое эфирное масло какое вам захочется просто у нас с медициной с точки зрения медицины произвелся фенхель это еще один как говорится у нас видите сколько всплывает медицинские этих самых чайных связей связи да вот поэтому это вот это достаточно часто и как раз можно не можно пойти где ваших как раз и что-то вот из этих дам по добавить на бергамот мы уже говорили бергамот цитрус поэтому дешевле даже использовать этот самый реальная бергамотовое масло чем один аромат этот идентичный натуральному но это смотря из чего делают а идентичный натуральному я сомневаюсь что его делают из настоящего бергамота ну например чем же допустим этим самым индусам или китайцам им дешевле идем пустить масло потому что у них бергамот прекрасно растет от жарея и пустили готовое масло допустим тем же конечно немцам заводить им проще я думаю что химичат потому что цена за килограмм бергамота и цена за эти три литра масла она несопоставимо разное я думаю что я реально эфирное масло бергамота обладает одним очень интересным свойством эфирное масло бергамота вызывает почему собственно говоря чай здесь используя вы же знаете что существует тем более в этом я разговариваю слабе существует утренние и существует вечерки и баня на функциональные в зависимости от действия так вот это утренний чай почему потому что бельфинное масло бергамота дает подъем энергии ну не сразу поэтому его утром выпили какое-то время побегали а потом когда вы уже начинаете немножко вянуть у вас идет подъем за счет эфирного масла бергамота поэтому это утренний чай а если вы наглотаться эргрей на ночь то вы наоборот где-то в три часа вас осенит действие бергамота вы откроете глазки и будете кукарекать поэтому вот эргрей относится как раз к утренним чаям это вот эти вот вещи знать надо когда это такая биохимия организма какие эфирные масла он дает резкий хороший подъем то чувствуется и на мой взгляд не только на мой это одно из лучших сочетаний эфирного масла в начале у него вначале чуть-чуть успокаивающее действие а потом подъем выше предыдущего у меня был такой случай в свое время я одно время пользовалась жасмином кстати жасмин вечерний чай потому что жасмин обладает сильным успокаивающим действием в особенности эфирное масло я в свое время когда я занималась со школьниками а школьники вы же знаете это товарищи достаточно непощадливые а ко мне на занятия они приходили после уроков то есть уже взвинченные до последней стадии для того чтобы я могла с ними нормально работать я просто нога мало вот это чтобы эфирное масло жасминовое а поскольку столы скольные они вот не эти неровные и так далее то я просто баллы этим самым маслом базово столы это тоже нечестно это как булочные будут они у меня сидели достаточно себе миленько работает до работала очень хорошо работала потом я смену под рукой не оказалось я не буду намазала бергамотом начали они у меня были очень милые спокойненькие такие все хорошо кто бы не лучше до времени больше предыдущего так и работает видать ароматерапия всю жизнь буду помнить я четыре остановки шла потом подпадем дождем без зонтика только чтобы ни одного живого человека на вас тоже сработало значит это будет больше предыдущего интересно как работает ароматерапия я слышал что есть такие трюки что человеку дают по понюхать различные запахи и тот который ему не нравится с помощью этого можно определить настроение человека и даже болезни правда ли это вот как это работает а вы знаете тут у нас к сожалению мы изучили слушать собственный организм это очень интересная вещь потому что организм обладает мощной саморегуляцией в свое время американцы еще где-то в 20-х или нет в 40-х годах начало 40-х еще до 39-го туда вот повели очень забавный эксперимент они решили посмотреть что будет с детьми мелкими где-то года 34 которых еще ничего не особенно не намнушали что полезно что не полезно и так далее что будет с детьми если разрешить им свободный выпуск то есть поставили к эти кинокамеры поставили шведский стол где-то мелочи стоят конфеты стоит селедка стоит картошка стоит салат там так далее так далее все на выбор ну и думали что что будет будут есть допустим одни конфеты проверено подачи подачи взрослой логике а вот обнаружилось сегодня он действительно есть одни конфеты вытвердить ну ладно завтра он с таким же энтузиазмом лопать селедку послезавтра смесь чего-то там еще кого-то в общем когда вы разложили все записи оказалось что в течение ну не помню по моему двух недель они набирали полностью весь комплект веществ которые необходим для нормального развития другое дело что сегодня ему больше нужен сахар а завтра ему больше нужен допустим не допустим непредельные жирные кислоты которые содержатся в рыбе и в конечном счете организм регулировался именно так как он должен регулировать мы взрослые это все по растеряли у нас до логика отсюда куда у нас уже это все на ментальном уровне это полезно это не полезно это вот не полезло и так далее так далее это вредно это поэтому вот это вот регуляция и вот на уровне эфирных масел этом особенности хорошо заметно например мяту терпеть не могут граждане у которых погибли на кислотность вот это интересно потому что мята четко понижает кислотность если у человека кислотность пониженная тонна ты пулемет им буквально придется сходу он даю на дух не переносит потом когда сильно пониженная кислотность организму это не нужно на этом уровне ты чувствует товарищи с большими почками очень часто в особенности у кого-то воспалительные процессы всевозможные они подпадут падают на кинзу любят кинзу да не они какие кинзы способны вениками жевать вот так потому что опять противовоспалительные вещества которые вычердно масле кинза а именно кинза не корианда там там и другие там кого клула там ли она и на лаула разные действующие вещества там меняется химический соц а поэтому нужна именно кинза и они эту кинзу на я любовь как корова то есть эти все вещи доказаны это действительно так работает да поэтому это это вот это вот теория о том что мы вы видите она доказывается достаточно просто действительно да ароматерапия значит на рабочая наука данный заказывается достаточно просто я вполне могу предложить предположить что допустим человеку который сильно нервное возбуждение лисминку понравится больше чем розмарин потому что розмарин используется в качестве именно побуждающего средства а этом нужно его нюхать и или именно внутрь есть разница скорее всего так оно и будет лучше внутрь да вот потому что у нас же вы же сами видите у нас это идет и в кухню и везде и на масло то принципе так много кулинарии да я в на вашем слайде видел что раньше ведь у нас было больше в рационе разных фруктов овощей и больших видов а сейчас их мало и нужно их эту еду как-то обогащать не чтобы она аппетитная но и феноматологически у нас же все это идет принципе все у нас посмотреть все пряные растения тоже фирма отличные все все приправы грубо говоря все день петрушка укроп и так далее и так далее и пойти пряности которые как специями тоже кстати сказать те же собрать не я допустим этот самый лук чеснок это же тоже фирма отличные по сути дела другое дело дать это макина масло в других количествах да не такое концентрированное это достаточно концентрировано но это же опять же эфирное масло на в чесноке уж точно концентрировано да вот поэтому никуда никуда от них не денешься от этих этих самых эфирных масел как как бы ты не старался но все равно очень важное замечание которое мы сначала заметили что сильный запах это еще не значит что там много эфирного масла это это совершенно не значит но все равно она там должно быть интересно то что я вот знаю что за нюх это самое тонкое из наших чувств и она обязательно должно быть связано с едой поэтому травоядные имеют возможность смотреть цветным зрением хищники не имеют цветного зрения потому что им не нужно определять спелость а нам нужно определять спелость и благодаря аромату они это делают те масла которые никогда не производятся это чистая химия запах это ландыш тубероза фиалка из них просто нереально получить эфирное масло вот как ни странно ландыш тоже химия у меня у знакомы есть набор эфирных масел такого известного бренда и у нее такая артиллерия что даже его глаза разбегаются тем не менее все таки вот них мананты на минимальное содержание эфирных масел тем не менее умудряются их используют конечно ландыш никто в пищевой промышленности не будет использовать смертельно ядовит а вот также фиалка за сахарные фиалки во франции и фиалковый сироп который имеет приличный запах и приличный этот самый цвет цвет хотя его получать из реальной фиалки но там небольшое содержание получается ведь это будет экстракт масленичный там просто переходит все это ничтожное количество черных масел тем более чем оно ничтожнее тем его и проще извлечь мы же с вами говорили что содержание растворимости так далее если его очень мало значит она легко перейдет потому что ну можно емкость как говорится растворителя в этом отношении мне безумно нравится гомеопаты а вот похоже я почему потому что галлиман основатель он придумал гениальный способ как без стандартизации получить стандартный продукт в его время невозможно было отследить содержание действующих веществ в растении но для того чтобы это средство действовало должно быть и тем более его разбавлять разбавлять должно быть определенное количество действующих веществ и ничего будет разбавлять и он придумал гениальную вещь поскольку всякий растворитель может взять только определенное количество растворяющегося вещества он дал концентрацию того что нужно раствориться заведомо больше в разы чем может взять растворитель а как будто я понял все и все и уже смотрим по растворителю по его свойства растворит получается стандартный потому что больше он взять технически не может это как соль не растворится в воде больше чем можно так и эфирные масла не растворятся в растворитель больше чем могут совершенно гениальное решение без всякой без всякой химической стандартизации получается совершенно стандартный раствор интересно но тогда надо мне это совершенно потрясло когда я стал столкнулась вот с этим первый раз мне это совершенно потрясло не про удивлять как-то надо же было додуматься все таки из большого большого выбора эфирных масел которые сейчас доступны к нам обычному человеку и натуральные ненатуральные разные способы экстракции растворимые нерастворимые как вы думаете какие самые вот в нашем случае для жителей россии вот в нашем варианте могут быть самые доступные самые сильные самые действующие которые мы могли бы действительно вот на практике использовать то что что мы до этого с вами разговаривали это больше как бы теория но вот как на практике какие вы посоветуете самые самые эфирные масла и какими они свойствами будут обладать ну вот если как говорится собирать аптечку домашние я бы начала с эфирного масла лаванды она у меня постоянно в сумке если сейчас добраться до моей сумки достать к этому самый кошелек у меня там лежит вот такой вот флакончик где-то полтора или два миллилитра эти вот неудобные потому что его скрывать трудно вот а так такой обыкновенный маленький флакончик из них этих пробные духе продаются кстати самый удобный флакончик знаете из-под чуба только не смейтесь пожалуйста из-под собачьей прививки собачьей прививки ну вот эти вот вот эти вот которые от бешенства он затыкается резиновой пробочкой она легко вынимается очень удобно это пробочка не растворяется в эфирном масле а давай вот не растворяется года три а потом будет найти следующую собачку которой делали прививку нет дело в том что эфирное масло лаванды у него четыре действия почему половина мужских адекалонов пахнет лавандой вы обратили внимание да но сейчас в каком-то количестве до входит большинство почему кровоостанавливающие рано заживляющие дезинфицирующие и обезболивающие штучка при полезах надо ничего все что нужно вот поэтому она входит во все эти задоколоны чтобы не лить все остальное вот кроме того прекрасно работает пирожок это единственное масло которое наносится на кожу неразбавленным все остальное категорически ни один из этих ни одно из другое масло наносить на кожу нельзя будет ожог а вот лаванда детям с трех лет она прекрасно работает прожогов даже прожогов большевиком сосновского если тут только появилась красная полоса залить ее лавандой все никакого ожога никаких пузырей не будет термические ожоги от чая кофе всего прочего кухонные все тоже заливаем лавандой сразу после этого сам ушиба никакого синяка никакой боли в особенности если вы поехали с голыми коленками с этого самого самоката по асфальту вот в этом случае лучше всего не залить из дырка лавандой она сразу засохнет кого течение не будет боли не будет ничего не больше никогда не будет вот поэтому я начинающимся моего любимого 1 это лаванда я еще за дополню от укусов хорошо помогает здесь чешется укус тоже лавандой а вот если у вас еще детвора непоседливая где-то с трех лет пожалуйста мо мама должна носить собой лаванду потому что где-то где-то упал где-то этот самый ушибся где-то полезно садят коленку содрал где-то в чайник в лес вот на этих случаях у меня у меня вообще вообще в кухне стоит в холодильнике хороший такой пузырь лаванды да и лаванда я так понимаю она легко доступна и в нашем случаях это сам это масло скорой помощи это масло скорой помощи поэтому она очень нужна от кашля в конце концов можно этот самый на конфетку капнуть туда попала до чтобы он попал куда надо от головной боли то есть на мазочке единственное что повышать кровяное давление то есть вами гипертонии на том что гипертонического кризиса нельзя то есть лаванду масло лаванды мы в основном используем наружно да в некоторых случаях осторожно можно и внутрь можно лавандовая кулинария помните лавандовая попадет попадом нету потому что это уже ругательство лавандовая лавандовое печенье всякие кстати лавандовое печенье очень вкусно мы доделать уже чуть-чуть ну да главное не переборщить это вот с этим маслом как вы сказали каплю на ведро честно говоря я добавляю масло помимо того что я кладу цветки лаванды я еще капельку масла все-таки добавляю ну там достаточно большое количество мы делали это масло именно масло сироп сироп ну вот уже в сахар как я говорила все прекрасно вот кстати лавандовый кулинарию увлекался к сожалению покойный этот политзидацкий политзидацкий правда не габрика не габрика фенрик принц консольт вот он занимался как раз ресторанным делом у него даже книжка была на переведена на русский язык а что роскошная рецепта принца фенрик а потом кулинария тонкая вот у него там лаванда достаточно много шикарный лавандовый сироп очень вкусный лавандовые там телятина с лавандой так далее так далее вот лаванда следующее эфирное масло от которой очень нужно это эфирное масло как раз из марина потому что это масло к использую спасение усталости номер два розмарин розмарин да достаточно накапать на воротничок и вы можете бегать с этим продолжать работу там в особенности ночью когда начнет дежурство и вот это вот все прочие такие вещи розмариновое масло очень хорошо работе помогает меня мои знакомые скоропомощники пользуются но его тоже снаружи внутрь и не может быть еще две капельки больше чем достаточно а вот так две капельки на я думал на язычок это очень хорошая работа противоположные действия успокаивающие я уже говорила жасмин номер три жасмин даже сми наоборот если нужно кого-то успокоить уложить спать и так далее вот дельфинное масло жасмина несколько капель окры пожалуйста человек чувствует себя спокойно и уютно это у нас уже три масла четвертое масло это масло эвкалипта мощная противовирусная она идет и как профилактика то есть в помещении если у вас допустим амин ковида и всего прочего как отдушка для помещения и наружно в случае вирусных заболеваний то есть у нас вирусная тапа я свыщий лишай это герпес и это не только проклятая ветрянка вот по ветрянке это мое собственное изобретение идеально работающее это берется масло облепище она у нас она заживляющая и туда на флакончик у нас обычно флакончик пяти эти самые пятидесяти граммовочка облепиха продается или 100 граммовка на пятидесяти граммовку вы добавляете 10-12 капель эфирного масла эвкалипта больше не надо и можете вашего товарища пятен никаких дуга никакого чисто красиво все быстро легко проходит я кучу виталичников разного возраста лечила именно вот такой адской смесью в том числе себя да потому что с ветрянкой я помню нет себя я выводилась поймать ветерку 42 года вот и тогда мне собственно пришлось и заболевать вот это вот адская смесь прекрасно работает очень красиво эвкалипт конечно да вот знаковая вот вам и вот поэтому эвкалипт просто чтобы был запах в комнате во время всех этих эпидемий все прочего и даром а лампа или еще что-нибудь если хулиганский способ это когда на эту самую обычную электролампочку потому что даже даже цвета диодная на немножко греется просто колечко из ватой и этот циферным маслом это будет работать как арома лампа нигде у вас ничего не стоит не дымит не горит а конечно на хрономальную электрическую лампочку которая очень сильно греется может загореться а вот такие тут это да тогда просто не не на саму лампу а на поток снаружи он тоже немножко греется ну вот этот вариант и так и внутренне 5 но 5 масло давайте возьмем все хвойные это пихта кедра сосна елка вот эта вся компания не во первых сильно дезинфицирующая также как эвкалиптовая но не такой сильная как противовирусная но зато при всем остальном для того чтобы в комнате поменьше было микроорганизмов при всяких вот этих всех остальных заболеваниях в особенности бактериального характера они прекрасно работают вот и они же разогревающие то есть их используют для этих в качестве растилок при когда при простуде и так далее при кашле сильно разбавлять маслом стандартная дозировка на столовую ложку две капли любого масла 3 капли отсюда если надбор если вы делаете смесь допустим для стирания суставов то у вас идет лаврушка кедра ну и что там еще можно сунуть ну можно пихту можно тот же эвкалипт вот но вот поэтому да там три капли если вам нужно сделать ванну с эфирными маслами допустим ту же самую хвойную тогда тоже самое либо соль либо сахар либо еще больше молоко да капаете туда в этот полстакан молока капаете разбалтываете как следуйте молоко выливаете в ванну естественно вы там его и не заметите а вот запах будет держаться очень так же глупо просто капать масло там куда-то нужно его сначала на ванну не больше десяти капель ванна она все-таки большая но тоже не больше десяти капель вот есть просто дальше перебор и сильное раздражение и так далее да то есть это можно можно легкие пожить можно пожить осторожно да потому что есть например такой препарат карболис это от 11 века монахи кармелиты сделали смесь именно эфирных масел вот 11 века существует эта смесь вот но у него тоже не больше десяти капель за этот самый в качестве ингаляции потому что у меня одна красавица решила пить пить это самое еле по еле отходили ожог легких поэтому очень осторожно эфирное масло это вещь который требует строжайшей дозировки очень аккуратно обращение иначе можно так нарваться что потом мало не покажется все очень аккуратненько и в чай тоже аккуратненько добавлять хорошо но мы стараемся натуральными ароматизаторами вот как например вашем рецепте посмотрите у нас есть сбор который мы сделали совместно с натальей георгиевны здесь ее рецепт ее картинки и даже вот здесь она сама это как раз вечерний чай получается красивой поэтому и диму и он тут принял поэт поэт табылки взять и вообще какой-то содержит вкусно конечно все эти тут мята по осматривающей душечка просматривать очень пахнет вкусно пахнет вкусно он очень приятный надо отдать должное мы с вами удачно сделали всю эту отскую смесь уже не первый мы делаем не первый тираж это работает и он не обладает седативным эффектом так что прям все успокоился в кровать а именно он легкий успокоить успокоить нервную систему кстати у вас же есть богатые фирма сечения так ваша загревающий чай они все у вас там там достаточно который соберем и так далее то есть эффекты масла фирма использовать так как их надо использовать то есть в меру и на месте вот очень вкусный кстати чай он не очень понравился он реально реально действует именно как разогреваю все очень хорошо на любой наверное 6 хвойные ваши вот эти вот составы мне очень нравится все эти ваши лесные варианты тоже замечательно смотрятся вот поэтому рекомендую просто рекомендую не потому что с ними работа тоже вкусно и достаточно хорошо действует так что если с вашего позволения можно ли добавить сюда еще в эту пятерку эфирное масло имбиря или это бывает ли такое да ну его да ну все он беряйся на масло слишком много и она жесткая вот она то точно может она жесткая его и лучше именно имбирь лучше использовать живьем живьем мы можем до сушеной не сушеной вот ну и живьем хорошо большое спасибо вам за такое знаю спасибо за приглашение и вообще хотел бы всех зрителей позвать вот мы сейчас находимся в чайном клубе на арбате если вы будете гулять по москве и вам захочется умиротворение покоя пристраститься больше к чайной культуре при том здесь не обязательно быть каким-то чайным гуру здесь наши мастера вам покажут расскажут и заварят тот чай который вам точно понравится и такое здесь у нас оазис спокойствия заходите когда будет возможность ждем вас в гости и с натальей георгиевной мы обязательно снимем еще видео вы пожалуйста пишите в комментариях какие темы вам будут интересны оставляйте комментарии с вопросами попробуем на них обязательно ответить ну и ждем вас даже здесь на канале подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч будьте здоровы осознанны и всего хорошего спасибо спасибо спасибо